Восемь лет лишения свободы. Такое наказание в прениях по делу попросило гособвинение бывшему заместителю министра экономического развития Тверской области Денису Ильину. Сторона защиты просила суд переквалифицировать дело на статью «Покушение на мошенничество». Процесс над Ильиным проходит в Центральном районном суде города Твери. Высокопоставленный чиновник был задержан сотрудниками ФСБ в момент получения крупной взятки – 500 тысяч рублей. Операция по задержанию Ильина проходила зимой 2017 года. Деньги, как следует из материала дела, Ильин получил от коммерсанта за создание условий для государственного субсидирования и возмещения затряд, связанных с модернизацией предприятия. Мера пресечения чиновнику менялась. По данным следствия, за эти деньги чиновник с использованием служебного положения помог незаконно получить предпринимателям многомиллионную субсидию из госбюджета. Ильин задумал создать коррупционную схему. Он способствовал заинтересованным предпринимателям в правильном составлении пакета необходимых для получения субсидий и документов. За эти услуги получатель субсидий должен будет откатить чиновнику 10% от общей суммы возвращенных денег. 3 марта Ильин выступит с последним словом. 4 марта ожидается вынесение приговора.